Всем привет, меня зовут Карина, и сегодня мы будем делать с вами упражнение 10.2.3.3 в пакеттрейсере. Для этого нужен сам пакеттрейсер и несколько минут свободного времени. Переходим в наш учебник, скачиваем инструкцию, нажав по ссылке, нажав кнопочку скачать и сохранил нужное вам видео. А также pka-файлик. Вот он. Нажимаем по нему, он скачивается, открываем и ждем пока откроется. Пока он откроется, я вам покажу инструкцию. Она здесь небольшая. В этой инструкции у нас нет вопроса, поэтому вам нужно будет ее просто сохранить и отправить вместе с pka-файликом. А я ее пока сворачиваю, потому что наше задание откроется в пакеттрейсере. Вот он уже открылся. И здесь нам нужно ввести имя. К примеру, мое имя Карина. Дальше ввести email. И дополнительную информацию. Чаще всего это номер группы. И нажать окей. И подтвердить. Ваше задание перезагрузится. Вот. И мы можем начинать выполнять. Я открываю наши инструкции, которые открылись у нас вместе с заданием. И закрепляю с помощью кнопочки топ. Теперь оно не будет от нас никуда прятаться. И сегодня мы будем настраивать FTP-сервисы на серверах. И потом отправлять файлы и загружать файлы с Mio. Для этого сначала нам нужно сделать настройку. Переходим в центр сервер. Открываем вкладочку сервиса. FTP. И здесь нам нужно включить FTP. Далее нам нужно настроить двух пользователей. Аноним и администратор. Что мы как раз и сделаем. Сначала аноним. Копируем название. Вы можете его просто переписать. Но я не буду сделать ошибку, когда буду писать. Так что я лучше скопирую. И разрешаем ему только чтение. И лист вывод содержимого. И нажимаем кнопочку add. И мы его добавили. Также нам нужно сделать администратора. С паролем Cisco. Вот. И у нас здесь сказано, что разрешение full permission. Значит мы разрешаем ему все, что здесь возможно. И также добавляем. И обязательно нам нужно убрать третьего пользователя, который у нас был автоматически. Выбираем его. И remove. И вот у нас сохранились только администратор и аноним, которые мы только что создали. Двигаемся дальше. Нам нужно повторить этот шаг с branch server. Откроем branch server. Сервисы. FTP. Включить. Здесь администратор. Cisco. Ой, Cisco. Есть. Администратор может выполнять все. Добавить. Также аноним. Аноним. И пароль аноним. И он может только читать. И лист. Добавляем. И также удаляем пользователя Cisco. С помощью кнопочки remove. Так, мы это уже настроили. И смотрим, что у нас просят сделать дальше. Нам нужно перенести файл readme.txt с домашнего ноутбука на центральный. Для этого открываем Home laptop. Домашний компьютер. Далее открываем Desktop. Вкладочку. И text editor. Вот он. И здесь нам нужно открыть файл readme. Он открывается, нажав по кнопочке файл. Open. И readme. Ок. И здесь мы можем видеть содержимое файла. Вы, конечно, можете его изменить. Но лучше этого не делать, так как у нас могут снять за это баллы. Вот мы на него посмотрели, на этот файлик. И смотрим, что нам нужно сделать дальше. Возвращаемся к Desktop. Вот он. И в командной строке нам нужно выполнить следующее действие. Ввести команду ftp.central.server. Вы можете это написать сами. Можете скопировать. Но если вы будете писать сами, вы лучше запомните эти команды. И, возможно, это будет даже лучше. И теперь нам нужно подождать, пока наш лэптоп соединится с центральным сервером. Это занимает до 30 секунд. Так как это программа для симуляции. В реальной жизни это происходит намного быстрее. Я думаю, мы можем просто подождать. И оно скоро появится. А далее мы можем посмотреть, что нам нужно будет сделать дальше. А, держать даже не нужно. Он у нас загрузился. И теперь нам нужно ввести данные учетной записи. Администратор. Вот он. Enter. И пароль к администратору. Администратор. Я хочу заметить, что когда вы будете вводить пароль, он не будет отображаться, так как это небезопасно. Я неправильно ввела пароль, так что мне нужно будет повторить администратор по паспорту. А почему нет существующего аккаунта? Значит, мне нужно вернуться в центральный сервер. Я же к нему подключаюсь. Да, центральный сервер. И проверить. А, у администратора пароль Cisco. А я вводила пароль администратор. Вот в чем ошибка. Возвращаемся в наш homeless top. Нажимаем Enter. И вводим команду еще раз. User name администратор, пароль Cisco. Вот. Теперь у нас все заработало. И мы перешли в FTP сервер. Смотрим дальше. Нам нужно ввести команду dir. для того, чтобы посмотреть содержимое нашего сервера. Ctrl-C. Пейс. Ну, можно просто переписать. И, как вы можете видеть, у нас очень много всяких файликов. И дальше смотрим, что нам нужно сделать. Нам нужно перенести файлик Redmi с помощью команды put-redmi-txt. Копируем. Вставляем. Enter. Нужно подождать несколько секунд, и наш файлик добавится к нам на сервер. Теперь еще раз выполним команду dir. Мы сможем его увидеть. Вот он, первый. Значит, мы все выполнили правильно. И у нас все хорошо работает. Так, дальше. Нам нужно закрыть FTP-клиент с помощью команды out. Out. Есть. И мы опять вернулись к нам на компьютер. И мы можем это теперь закрыть. Теперь нам нужно перенести этот файл с помощью домашнего ноутбука на branch-сервер. То есть выполним то же самое, но уже с branch-сервера. Для этого нам нужно теперь ввести команду ftp, но уже вместо central-сервера написать branch-ftp. И копируем название нашего branch-сервера. Вот он. Поставляем. Enter. И здесь нам также нужно зайти с помощью нашего администратора. Admini-стр-ра-тор. Окей. Пароль. ЦСК. Enter. Мы опять в нашем сервере. И нам нужно ввести команду putreadme. Мы можем ее найти, нажав кнопочку вверх. Вот. Вот, у нас также все выполнилось, теперь с помощью команды dir мы можем проверить. Да, вот наш файлик в самом-самом верху. И теперь командой out мы выходим на наш компьютер. Смотрим дальше. Теперь нам нужно открыть PC2. Вот он внизу спрятался. Открываем. Нам нужно открыть Desktop. Командная строка. И также ввести команду, с помощью которой мы перейдем в наш центральный сервер. Enter. Теперь нам нужно войти с помощью анонима. Копируем. Анонима. Enter. Пароль. Enter. И теперь мы зашли на наш сервер с другого аккаунта. Здесь мы можем ввести команду dir, чтобы посмотреть содержимое. Вот. Readme. Но так как у нас этот пользователь не администратор, он не может записывать, к примеру, эти файлы. Но он может их выгружать. Может и не может. Сейчас мы проверим. И вы можете видеть, что у нас трансфер complete. Это значит, что мы выгрузили этот файл на наш PC2. Теперь нам нужно убедиться, что учетная запись анонима не имеет права на запись. Для этого нам нужно ввести команду put sample txt. То есть мы пробуем загрузить любой файл из компьютера. Нажимаем Enter и как вы видите, наш request не принят. Значит мы не можем это выполнить. И теперь нам нужно выполнить последнее. Перенести наш файл на branch server. Для этого нам нужно повторить то же самое, но с смартфоном. Смартфон у нас где-то здесь, нужно его найти. Вот он спрятался. Открываем. Вот наш смартфон. Та же картинка есть. Открываем desktop. Также командная строка. И здесь нам нужно ввести сначала команду ftp. Центральный сервер pk. Чтобы перейти на сервер. Нам нужно брать пробел в начале, потому что он не будет работать. Нам нужно перейти с анонима. Вот он. Вставляем. Пароль также paste. Вот мы на ftp сервере с анонима. И также пытаемся get. Get работает. И пытаемся write. Где оно? Put. Ctrl-C. Ctrl-V. Enter. И put также не работает. Также хочу обратить внимание, что вы можете заходить из анонима, из администратора, с любого устройства. И это также будет работать. У нас все хорошо. И я хочу вам показать, что у нас уже 100 из 100. Нажимаем кнопочку check results. И ссосминт items. И мы видим, что у нас все выполнено правильно. И я думаю, что у вас тоже все получилось. Так что я с вами прощаюсь. И пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.